Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем Новый Завет, Евангелие от Луки, с толкованием блаженного фефилактики с комментарием. Это номер шестой. Итак, Евангелие от Луки, 5 глава, 33-39 стихи. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твые едят и пьют. Он сказал, может ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Присем сказал им притчу. Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а наипаче молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. На молодое вино должно вливать мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше. Толкование блаженного фефилакта. Пришествие Господа уподобляется браку, потому что он принял церковь в невесту себе. Поэтому апостолам теперь не нужно поститься. Когда же я буду взять, а они будут постаны на проповедь, тогда они будут и поститься, и молиться, как приготовившиеся к великим подвигам. И иначе... Другое толкование. Иначе это другое толкование есть. Теперь, будучи слабы и еще не обновлены духом, они подобны старым мехам и старой одежде. Поэтому их не должно обременять каким-нибудь очень трудным образом жизни. Подобно как и обвешало одежде, не пришивать новые заплаты. Итак, можешь принять, что старым мехам уподоблены апостолы, как еще слабые. А можешь разуметь, что им уподоблены и фарисеи. В субботу, в первую и во втором дне Пасхи, случилось ему проходить за сильными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должны делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы-предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним?» И сказал им, «Сын человеческий есть господин из субботы». Толкование. Иудеи всякий праздник называли субботой, ибо суббота значит покой. Часто праздник встречался в пятницу, а эту пятницу ради праздника называли субботой. Потом, собственно, субботу называли второй-первой, как вторую после предшествовавшегося иного праздника и субботы. Подобно случилось и тогда, и суббота сия названа второй-первой. Левит 24, 5-6 стих. «Ибо нет ничего нового в том, что меня и тебя называют сыном человеческим, а то замечательно, что он причудно вочеловечившееся называется сыном человеческим». Луки 6, 6-11 стих. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не слили в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, «Что бы им сделать с Иисусом?» Толкование. Сухую имеет руку тот, кто не совершает никаких дел благочестия. Ибо рука есть орудие деятельности, а у кого она иссохла, тот без сомнения празден. Итак, кто желает вылечить свою руку, уврачует ее в субботу. Не может тот совершить дело благочестия, кто прежде не успокоится о злобе. Уклонись прежде от зла, и тогда сотвори благое. Псалом 36, 27 стих. Итак, когда будешь субботствовать, то есть покоиться о злых дел, тогда просерешь руку твою на дела благочестия, и она у тебя восстановится. Луки 6, глава, с 12 по 19 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробовался всю ночь с молитвой Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами, Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, и Якова, и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, и Якова Алфеева, и Симона, прозываемого Зилотом, и Иуду Яковлева, и Иуду Искариота, который потом сделал сопредателем. И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа, и все иудеи, иерусалима, и приморских мест, кирских и седонских, которые пришли послушать его, и исцелиться от болезней своих. Так же и страждущие от нечистых духов, исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила, исцеляла всех. Толкование. Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как он. Вот, например, он намерен молиться, он восходит на гору. Ибо молиться должно успокоившись от дел, и не при лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы встать на молицу, и сейчас же перестать. Избирают учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брали за это дело с молитвой, искали руководство от Бога, и его просили показать нам достойного. А Господь имел силу, исходящую от него, ибо он сам был источник силы, тогда как пророки и святые получали особенность силы свыше. Луки 6, глава 20-26 стих. И он, возведя отчество и на учеников своих, говорил, Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчащие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на немесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богаты, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Толкование. Господь, рукоположив учеников, через блаженство и учения приводит их к более духовному состоянию. Вообще же, все блаженства научают нас умеренности, смирению, уничижению, перенесению поношений. Подобно как горе назначается выдел тем, которые богаты в нынешнем веке. Горе. А почему горе, а не горе? Подобно как горе назначается выдел тем, которые богаты в нынешнем веке. А они говорят, что они получают утешение, то есть здесь, в настоящем веке. Вкушают радости, веселятся, наслаждаются удовольствиями и получают похвалы. Устрашим собратья, так как горе тем, кто имеет похвалу от людей. Ибо должно заслужить похвалу от людей, но прежде от Бога. Похвалу от людей, даже не боится говорить так. Он умирает сразу. Луки 6, глава, с 27 по 36 стих. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вам, благоставляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившим тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающим у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему тебя давай, и от взятшего твоего не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и гречники любят любящих их. Если делайте добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и гречники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и гречники дают взаймы гречникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, И будет вам награда великая, и будете с сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Толкование блаженных филактов. Апостолы имели быть посланы на проповедь, и потому ожидаясь и многих гонителей и наветников. Итак, если бы апостолы, тяготясь гонением, потом желая отомстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Поэтому-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к мщению врагам, но все случающееся переносить мужественно. Будет ли кто обижать их или неправильно злоумшлять против них? Так и сам он поступил на кресте, говоря, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки 23, глава 34 стих. Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь, любить врагов невозможно, он говорит, «Чего желаешь ты себе самому, то делай другим. И будь в отношении к другим таков, какого желаешь иметь в отношении к тебе самому других». Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны, гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны, и непомятозлобливы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. Видишь ли врожденный закон в сердцах наших написанный? Так и Господь сказал, «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердце их напишу их». Еремея 31, 33. Потом он предлагает им и другое побуждение. Именно, если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ неблагодарным и злым. Итак, чего вы желаете грешникам или быть подобными, или Богу? Потом убеждает и кончиной, и наградой. Ибо в награду вам обещают то, что вы будете подобны Богу. Комментарий Игнатия Лапкина. Евангельское солнце будто погасло в православии. Христос ни разу и нигде не сказал, совершая богослужение, и обязательно каждый день по четыре часа, и чтобы литургия непрестанно совершалась. Об этом нет ни слова, ни полслова. Но Господь непрестанно говорит о том, что проповедь текла рекой и насыщала жаждущих. Деяние 18, 9. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Мысленно вообразим, что апостол Павел, перенеся в наше время, или мы оказались в его миссионерском путешествии, подчинились бы мы ему его ритму жизни, или сразу на него сделали донос, исковали бы на него литургические вериги, и принудили бы его отпевать всех мертвецов в Каринфе и Реопаге, освещать воду в Тибре для всех римлян и делать все, что делают сегодняшние пастыри, или стали бы все-таки проповедовать и учить людей, подражая ему. Сегодняшний сенот все-таки сумел бы арестовать Павла и замкнуть его уста. Но как бы мы обратились к Богу, если бы не было его посланий? Если бы апостолы умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Луки 6 глава 37 по 40 стих Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам меру и добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отцеплют вам в лоны ваши, ибо какой меру и мерите, такой же отмерится и вам. Сказал та же им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Толкование Господь отсекает от наших душ самую трудную болезнь, разумеет корень высокомерия. Ибо кто не надзирает за самим собой, а только за ближним, подсматривает и желает его опорочить, тот, очевидно, пленен и высокомерием, забыл самого себя. Он всеконечно думает о себе, что он не грешит, и поэтому осуждает других, когда они грешат. Итак, если не желаешь быть осужденным, не осуждай других. Ибо скажи, пожалуй, почему ты другого осуждаешь, как преступника божественных законов во всем? А ты сам разве не приступаешь к божественным законам? Не говорю о других грехах, тем самым, что других осуждаешь. Ибо закон Божий решительно привелевает тебе не осуждать брата. Значит, и ты приступаешь к закону. А будучи сам преступником, ты не должен осуждать другого, как преступника. Ибо судья должен быть в высшей природе, впадающий в грех. «Итак, отпускай, и тебе отпущено будет. Давай, и тебе дано будет. За одно твое благодеяние тебе заплатят бесчисленными. То же самое и об осуждении». Ибо осуждающий получает той же самой мерой, когда его впоследствии осуждает. Поскольку же он осуждается более, как судивший ближнего, то мера сия преисполнена. Господь, сказав это, и запретив нам осуждать, представляет нам и притча, то есть пример. Он говорит, «Осуждающий другого, и сам те же грехи делающий. Скажи, пожалуй, не подобен ли ты слепцу, руководящему слепца?» Руководящему. Руководящему слепца. «Ибо если ты осуждаешь другого, а сам впадаешь в те же грехи, то вы оба слепы. Хотя ты и думаешь, что через осуждение руководишь его на добро, но ты не руководишь. Ибо как он будет наставлен тобой на добро, когда ты сам падаешь?» Ученик не бывает выше учителя. И если поэтому ты, мним руководитель, падаешь, то без сомнений падает и руководимый тобой ученик. Ибо и приготовленный ученик, то есть совершенный, будет таков, каков его учитель. Луки 6, глава 41 по 45 стих. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе?» Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как выну сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смок с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердце свое выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Толкование. Что говорит «Видишь сучок, то есть малый грех своего брата, и не замечаешь бревна великого своего греха». Это может относиться и ко всем, а особенно к учителям и начальникам, которые малые погрешности своих подчиненных наказывают, а свои кабы не были они велики, оставляют безнаказанными. Потому-то Господь называет великцемерами, что они иными кажутся, ибо наказывая погрешности других, они кажутся праведными. И иное. На деле, ибо и сами грешат, да еще хуже. Потом подтверждает речь своей примером. Как хорошее дерево, говорит, не приносит плода гнилого, а дерево гнило не приносит хорошего плода, так и тот, кто намеревается уцеломудрить других, исправить и привести в лучшее состояние, сам не должен быть зол. Если же сам будет зол, то других не сделают лучшими. Ибо сердце каждого есть сокровищница. Если она вмещает добро, то и человек добр, и говорит доброе. Если же сердце полно зла, то и человек зол, и говорит злое. Луки 6, глава 46 по 49 стих. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякие, приходящие ко мне, и слышащие слова мои, и исполняющие их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, и положил основание на камни. Тогда, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могли поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий, и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, точно собрушился, и разрушение дома сего было великое. Толкование. Это необходимо относиться к нам, который устами, исповеданным Господом, а делами отрекаемся от Него. Титул 1.16. Если, говорит, Я Господь, то вы во всем должны поступать, как рабы. А долг рабов делать то, что Господь повелевает. Камень, 1 Коринфян 10.4, 1 Коринфян 10.4, Копает и углубляет тот, кто принимает слова Писания не поверхностно, а изыскивает глубины их духом. Такое основывает на камне. Потом, когда случится наводнение, то есть гонение или искушение, река подступит к этому дому, то есть искуситель, бес ли то, или человек, и однако не может поколебать его. Искушающий человек очень справедливо может быть сравнен с наводнением реки. Ибо как наводнение речное производит вода, сверху падающая, так и человека-искусителя вращает сатана, спадшая с неба. Падения служащих, но не творящих, велики, потому что неслышавший и не сделавший погрешает легче, а ослышавший и однако неисполняющий согрешает тяжелее. Первый Коринфянам, ой, комментарий Игнатия Лапкина. Слушать Слово Божие нужно на родном языке и в самом богослужении. Сегодняшние глушители проповеди повторяют как заклинание. В самом богослужении есть проповедь. Если это проповедь, то проповедь никому не понятная и потом умертвая. Первый Коринфянам 14.19 Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Если сегодня служители тьмы ни под каким видом не допускают русский язык в храм, в богослужение, то хотя бы библейские слова чтения по Риме, Псалтерии, Евангелия, деяния и послания должны быть обязательно сегодня на русском языке. Библия в русском синодальном переводе 1876 года благословлена и древолюционным синодом, и заграничным, и патриархией. Служители мрака, отступитесь и допустите Библию к народу, иначе Бог поразит вас окончательно не только глухотою, и немотою, но и слепотою и полной параличием. Есть вещи крайне нужные, говорит святитель Феофан Затворник о переводе службы на русский язык. Разумею, новый, упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, благомысленны и возвышены. В них вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг, а между тем большая часть из этих песнопений совсем непонятна. А это лишает церковные книги плода, которые они могли бы производить, и дает им послужить тем целям, для коих они назначены и имеются. Ныне, завтра, надо уже к всему приступить. Если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который от этого происходит. Журнал Душеполезное чтение 1896 года номер 10 со страницей 462 Горе вам, что затворите Царство Небесное человеком. Матфея 23, 13 Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительным путем и священникам не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в неближении. Не заботьтесь объяснить им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что идет правильно, а другая хотя и замечает, что у нее не так идет дело, но не идет куда следует, потому что не знает как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается и выходит наружу. Но тогда уже ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать, совершенствует взрослых в познании христианской веры, а юное поколение готовит с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобней. Феофан Затворник И далее из материала Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-18 годов. Четвертое определение А-2-1 Ведение Священного Синода Наблюдение за исправлением и переводом текста богослужебных книг Исодобрение Церковного Собора Благословения на Печатание Далее Доклад о церковно-богослужебном языке Принят решением Собора Первое Славянский язык основной язык нашего богослужения Второе В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка для богослужения Четвертое Частичное применение общерусского языка богослужения Чтение Слово Божие отдельное песнопение молитвы замена отдельных слов и речений тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время Пятое Заявление какого-либо прихода о желании служить богослужения на общерусском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрению перевода церковной властью Восьмое Высшее церковное управление неотлагательно должно озаботиться и знанием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках Луки 7 глава с 1 по 10 стих Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу то вошел Капернаум У одного сотника слуга которого он дрожил был болен при смерти Услышав об Иисусе он послал к нему иудейских старейшин просить его чтобы пришел исцелить слугу его И они придя к Иисусу просили его убедительно говоря Он достоин чтобы ты сделал для него это ибо он любит народ наш и построил нам синагогу Иисус пошел с ними и когда он недалеко уже был от дома сотник прислал к нему друзей сказать ему Не трудись Господи ибо я недостоин чтобы ты вошел под кровь мой потому из тебя самого не почел я достойно прийти к тебе но скажи слово и выздорове слуга мой ибо я подвластный человек но имея у себя в подчинении воинов говорю одному пойди и идет и другому приди и приходит и слуге моему сделай то и делает услышав сие Иисус удивился ему и обратившись сказал идущему за ним народу сказываю вам что я в Израиле не нашел я такой веры посланные возвратившись в дом нашли больного слугу выздоровевшим толкование очень вероятно что он сначала послал иудеев а потом и сам пошел итак что упустил Матфей то говорит Лука может быть и то что иудеи с недавимой завистью не допустили бы сотника прийти к ногам Иисусовым ибо это доставило бы славу Иисусу если бы он вынуждаемый крайностью и сам пришел к Иисусу но вера мужа назвавшего себя недостойным посещение Иисусова достойна удивления поэтому и Господь говорит я и в израильевском народе не нашел такой веры ибо сотни был язычник быть может из римских отрядов Луки 7 глава с 11 по 16 стих после всего Иисус пошел в город называемый Наэн и с ним шли многие из учеников его и множество народа когда же он приблизился городским воротам тут выносили умершего единственного сына у матери а она была вдова и много народа шло с ней из города увидев ее Господь жарился над ней и сказал не плачь и подойдя прикоснулся к одру низшие остановились и он сказал юноша тебе говорю встань мертвый поднявшись сел и стал говорить и отдал его Иисус матери его и всех объяв страх и ставил Бога говоря великий пророк восстал между нами и Бог посетил народ свой толкование то что он сел и начал говорить было признаком истинного воскресения его тело без души не может ни сидеть ни говорить начинает говорить то есть учить других потому что доколе он одержим бывает грехом он не может учить и говорить ибо кто ему поверит Луки 7 глава 17 по 30 стих такое мнение о нем распространилось по всей иудеи и по всей окрестности и возвестили Иоанна ученики его о всем том Иоанн призвал двоих из учеников своих послал к Иисусу спросить ты ли тот который должен прийти или ожидать нам другого они придя к Иисусу сказали Иоанн креститель послал нас тебе спросить ты ли тот которым должен прийти или другого ожидать нам А в это время он многих исцелил от болезней и неудугов, и от всех злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромы ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают. Нищие благорестуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. По отшествию же посланных Иоанном начал говорить народу об Ионе. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблено? Что же смотреть ходили вы? Человек ли одет в мягкие одежды, но одевающийся пышно и роскошно живущий находится при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Те есть, о которой написано. Вот, я посылаю ангела моего при лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали слово Бога, крестившимся крещением Иоанна. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Толкование. Слух о чуде, совершенном на Иине, разнесся по всей Иудее и окрестной стране. Дошел он и до учеников Иоаннову. При похвалах Господу они, как еще несовершенные, досадовали. Поэтому Иоанн, желая показать им величие Христа и то, насколько он, Иоанн, отстоит от него, Христа, выставляет следующее. Не делать ученикам никакого отзыва об Иисусе, а представляя незнающим, посылать их, чтобы они, увидев чудеса из самих дел, уверовали, что весьма велико расстояние между Господом и Иисусом и рабом Иоанном. Ибо не думай, будто Иоанн действительно не знал о Христе, и потому послал учеников своих с вопросом. Он еще прежде рождения в утробе матери взыграл, как познавший его, и на Иордане свидетельствовал о нем, как о сыне Божием. Господь грядущий, ибо он пришел с властью, а не против воли. И так говорит, ты ли тот, чье пришествие в мир ожидает? Иные, под словами которому должно прийти, разумеет, сошествие в ад, как бы так было сказано. Ты ли имеешь прийти в ад? Что же Господь, зная, с каким намерением Иоанн послал учеников именно, чтобы они увидели дела его и от них пришли к вере? Он говорит посланным, возвестите, что видите. Ибо слова, когда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой скочит, как олень, и язык не мог бы петь. Исайя 35, 5-6 стих. Потом говорит, и блажен, кто не соблазнится мне. Как бы так говорит им, и вы блаженны, если не соблазнитесь о мне. Поскольку многие легко могли соблазниться об Иоанне, как же он прежде столь много свидетельствовал о Христе, а теперь послал к вопросам? Ты ли тот, к которому должен прийти? Поэтому Христос говорит народу, ничего подобного не подозревайте об Иоанне. Он не трость, чтобы склоняться на ту сторону, то на другую, и чтобы в одно время свидетельствовать о мне, а в другое не знать меня. Ибо если бы он был таков, тогда для чего бы вышли вы в пустыню смотреть его? Он отнюдь не расклил ума своего, чувственными наслаждениями, ибо одежда его показывает, что он выше всякого наслаждения. Притом он жил бы в палатах, если бы любил удовольствие. Но вы сами почитаете его за пророка. Истинно говорю вам, что он и больше пророка, ибо другие пророки только предсказывали о Христе, а он видел и указал, говоря, вот огнец Божий. Притом другие пророки пророчествовали после того, как уже вышли из утробы своих матерей, а он узнал Господа и взыграл еще прежде, чем вышел из утробы. Так, где она потеряла? Потом приводит свидетельство. Вот я посылаю ангела моего. Малахи 3.1 Иоанн назван ангелом, быть может и потому, что жизнь его почти бесплотная и ангельская, а быть может и потому, что он возвестил пришествие Спасителя. Поскольку Иоанн, хотя почти бесплотен и невещественен, однако же находится еще во плоти. То самое малое воскресенье, которое называет Царство Небесное, больше всего. Больше его. Ибо тогда, получив совершенное исполнение, мы не будем уже поступать по плотскому. И мало тогда, больше правильного теперь, но еще носящего плоть. Все.